Всем привет! Меня зовут Соич Кирилл, я архитектор студии дизайна и архитектуры Антей. Мой опыт работы порядка 10 лет. Я проектировал дома для Беларуси, России, а также для других зарубежных стран. Я левша. Может, не нужно было сам говорить? Сегодня хочу рассказать вам про один интересный проект дома, который я проектировал под Минском. Поехали! У заказчика было определенное видение своего будущего дома, которое мы успешно воплотили совместными усилиями в гармоничный проект. Планировался дом относительно небольшой площади в два этажа в современном стиле. Это плоская кровля, это прямые линии, это панорамные окна, это простая манималистичная отделка. В частности, это декоративная штукатурка и фасадные 3D-панели. Давайте разберем, что в себя включает перечень проектной документации. Обычно всем нашим клиентам мы передаем проект в печатном экземпляре. Давайте сегодня разберем проект в таком варианте. Первым, что нас встречает в проекте, это титульный лист объекта с адресом участка и фамилиями разработчиков. Далее идет генеральный план проекта с указанием капитальных построек на земельном участке. Давайте его более детально рассмотрим. Одним из ключевых моментов является расположение дома на участке. По сторонам света участок обращен с севера на юг, где северная сторона является главным входом в дом, а южная входит в глубину участка. В данном проекте лицевая часть дома, напомню, это северное направление, полностью глухая, не имеющая ни одного оконного и дверного проема. Южный фасад, напротив, имеет множество панорамного остекления и большие площади террас. Также на участке присутствуют отдельно стоящие вытянутые формы баня с комнатой отдыха, мини-кухней и хозяйственным помещением, которое, скажем так, идет замыкающим звеном зонирования всего участка. Между домом и баней разместился открытый бассейн, который идеально вписался в облик композиционного формирования всего участка. Далее у нас представлен лист общих данных, где указана ведомость чертежей основного комплекта, основные показатели проекта по площадям, исходные данные, конструктивные решения, где указаны материалы строительства, фундаменты в проекте представлены у нас ленточные монолитные железобетонные, перекрытия монолитные железобетонные, наружные стены запроектированы из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм с утеплением плитами минераловатными толщиной 50 мм. Крыша у нас плоская, полы бетонные по грунту. На следующем листе у нас представлено цветовое решение фасадов, фасад в осях 1.3 и 3.1. На фасадах также мы указываем основные высотные отметки по выступающим конструктивным элементам. Следующий лист также фасады, фасады в осях АД и ДА, также с высотными отметками. На этом листе представлен архитектурный разрез, в котором также имеются основные высотные отметки, то есть отметка по полу и другим элементам. Далее идет план первого этажа, на котором указаны основные габаритные размеры дома, размеры по всем выступающим элементам, то есть это окна, двери. Также на плане у нас указаны эксплуатации помещений, информация по площадям, по каждому помещению, и есть технико-экономические показатели, в которых представлены общая площадь, площадь застройки, строительный объем и жилая площадь. Следующий лист проекта – это план расстановки мебели первого этажа. О нем мы более детально поговорим. К дому мы видим, что у нас пристроен навес, навес для двух автомобилей, из-под которого мы уже, соответственно, можем попасть в основной дом. То есть при входе в дом нас встречает зона прихожей, из которой мы уже попадаем в гардеробную, где мы можем снять верхнюю одежду, в посторную мини-котельную для всего необходимого оборудования в доме, также лестница на второй этаж. Под лестницей располагается у нас уборная с умывальником, и также у нас есть объединенная зона гостиной, столовой и кухни, из которых мы уже можем выйти через панорамное остекление на большие площади наших террас. Далее у нас идет план второго этажа, на котором, как и на первом, представлены общие габаритные размеры, привязки оконных дверных проемов и экспликация помещений второго этажа, информация по площадям. Итак, дальше у нас идет план расстановки мебели второго этажа. Поднимаясь на второй этаж по лестнице, мы попадаем в помещение общего коридора, из которого мы уже, соответственно, можем попасть в одну-вторую комнату с гардеробными. Также на втором этаже у нас есть большая мастер-спальня, в которой располагается отдельная гардеробная и санузел. На втором этаже у нас также присутствует общий санузел со всем необходимым оборудованием. Из коридора мы можем попасть на просторную террасу. На следующем листе у нас представлен план кровли. Как я и говорил, кровля плоская, имеет определенные разуклонки. Водосточная система наружная организованная с водоприемными воронками. Следующий лист – это схема расположения ленточных фундаментов. Толщина ленты у нас представлена 400 мм с обратной засыпкой. Далее для лучшего восприятия пространства помещений внутри дома мы показываем вот такого плана 3D-планировки, в которых уже можно более четко рассмотреть каждое помещение в будущем доме. То есть это план первого этажа, далее у нас идет план второго этажа в 3D, и дополнительно два вида первого и второго этажа в разных ракурсах. Ну и, наконец, самый приятный момент, которого ждут все наши заказчики – это 3D-визуализация, благодаря которой вы можете увидеть свой будущий дом на картинках. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм, там мы выкладываем актуальную информацию о проектах. Пишите нам, мы оперативно ответим и проконсультируем. Также высказывайте свое мнение о проектах в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok